Музыка Так, что еще? Утяжелитель. Утяжелитель, у меня сейчас его нет, к сожалению. Вот есть такие бахты решущие, они 400, а 700. Такая, почему красная всегда, как получше, но я не учу. Это очень хорошая вещь. И она не дает никакого физического прироста. Все думают, что это элемент какого-то СВП. Нет. Можно я подавлю? Давай. Элемент СВП. Элемент СВП. Элемент какого-то СВП. Я здесь, у меня, вот в том сети, от которого я забыл, как я делал ключ, есть утяжелитель весом 2,5 килограмма. То есть 5 килограмм на две руки. Ни в какой разницы между 300 килограмм и 2,5 килограмма, я не простил. С одной из той лишь разницы, что подпихали, ребята, купать-то нельзя. Нет, все-таки не полклограмма. Ну, совсем детский дух. То есть, смотрите внимательно. Я просто объясню самоубийство процесса. Если мы делаем все правильно, то наше движение волнует максимальное преимущество. Потому что касается него никакого куда-то. То есть от точки А в точку В идет абсолютная прямая, которую мы, управляясь раскрасом и достигая высокой точностью, отправляем в влаг, который, если бы они не будут смотреть, он выведет эту точку в влаг. То есть даже вот там не увидит ничего лишнего. Примерно. Мы, по сути дела, бросаем вперед эти жизни. И когда мы его бросаем, нам придется сейчас его удержать. И он даст нам представление о импульсе. Импульсе, который мы очень сложно почувствовать можем за счет веса полока. Потому что вес полока, я скорее не превышаю. Я здесь бросаю эти жизни, которые мне нужно остановить. Вот это и есть импульс. Вот это и есть тот отцент, который возникает при сжателе полока и остановке движения. Обратите внимание, если я не буду только до конца, я буду руки развивать, если я буду бросать вот так вот, то движение будет неполноценным. То есть вот этот линкор, который доведает, напрямляется, он прям вот, например, кайфовый. Примерно. Любая, любая астралка, вот такая вот коробка, это полудвижение. У него нет никакой мышцы. Юрия экономика. Потому что, во-первых, у нас, мы сдергнули, не доедели, не сгибнули. Понятно? Постановки кинематической цепи МТТ. Когда у нас все вызвано, как виляет миги, который привлекает, что это будет. Ну, мы нажимали, управляли. Я взял, как юр, не протыл, что-то. Что является, что я в конце никакого сети оказался. То, что касается бордового, вот в этом смысле. Когда я бью, у меня, опять же, рука посылается, и в момент, когда я бью в руку в руку, тишины, у меня должен удержать его локоть, а локоть боковой. Я говорю, это полуработы. И возникает для ощущения, что я, одевая его движение, заставляю руки внести себя правильно и уговаривая их. Потому что они либо не будут себя правильно внести, либо, первое, очевидно, будет правильно. И еще один момент. Значит, мы при постановке техники ударов руками используемся, в принципе, генерацией. Сами, на самом деле, я придумываю, да, с этого не делаем. Тогда что такое? Мы берем какую-нибудь техническую связку и выполняем ее полиэлементно с кузовом сложения, некое прибавление. Это как действие в юж. Сначала первую строчку. Потом первую плюс вторую строчку. Потом первую плюс вторую строчку. Потом первую плюс вторую плюс третью строчку. И так начинаешь накапливать, накапливать полную пациенту и выручу. Так и здесь. Выберем 6 минут 40 секунд. И у нас не дали. По одной делу. Мы берем 6 минут 40 секунд и начинаем бить только левые дни. Я, например, делал 800-граммовый движитель. Подеваю на 800 грамм. И начинаем колбить. О, это не страшно. Почему 6 минут 40 секунд? Что такое 6 минут 40 секунд? 6 минут 40 секунд это 20 граммовных по 20 секунд. Во-первых, при данной работе мы слышим, не китайском, сколько у нас еще происходит. Во-вторых, именно 20 секунд с точки зрения психологии. Это та самая временная, временной группы, отрезок, по которому вы начинаете свободовство. То есть через 20 секунд в виде незнакомого человека, не говоря с ним ни о чем, вы моментально для себя стереотично воспринимаете кто это? Ну да, взрослый ребенок, женщина, мужчина, агрессивный, любая, приятел, родители, влюбился, не любился и прочее. Все это происходит в 20 секунд. Я думаю, почему психология? Соответственно, если мы хотим поднять градус кипения во время тренировочного процесса, чтобы он не был формальным, мы не на рассрочил, а на сцене работали так, как будто люди начинают задумываться. Более того, мы же придумаем все эти решения, чтобы было предаватно. И как-то каждый, кто реагирует, что мы не увидели, что мы рассмотрим, что мы хотим отдать, а тут время закончилось. И вот я уже рассмотрелась, прям это прекрасно рассмотрелся. Хороший! Опять же, 6 минут 40 секунд. Что ли ты думаешь? Это очень длинно. При том, что мы делаем это 20 секунд, где мы отрезаем. И если мы, например, обматриваем на 6 минут 40 секунд полную мощность на максимальную скорость сферму, на сутки юридических нагрузок, какие-то анименты, кто-то двух минут не раунд, кажется, вообще пух пролетел. Потому что психика расстроилась в виде мировой. Для него короткие ответственности вообще не отчислены. Вот почему 6 минут 40 секунд. Так вот, 6 минут 40 секунд. Первый момент, встаю и набрасываю. Левую петку. Потом, 6 минут 40 секунд. Левую петку. Потом, левую петку, правую петку, левую петку. Я беру и хороуер. Ну, кто в самом районе сборе ездил. У нас сначала были какие-нибудь попытки регенерации или попытки при немецких комбинациях. Ну, типа сорок минут. Сорок минут, например, давайте. Причем, я инвестирую дежурительство, вообще этот грамотный, ребят, беру отпечатка. А потом я защищаю инструкцию на 5-1,0. И показываю нынешнему реактору, Когда еще в руке кафе профессора Бакова, я вам показал, что программа. Ну вот генерация, типа там, час. Он говорит, вот я, из-за великого рода, оно склонено от России, у бокса. Она час на камеру не сможет. Без фронта что-то делать, да? Без фронта что-то делать, да? Без фронта что-то делать, да? Часто. Я говорю, да! Он присылает сюда тренера, в который ездит еще тренер, пусть не проводит атака. Тот заняется 10 секундомером, в любой источник. Здесь, я сейчас говорю, почему здесь стоят ребята? Не помню почему. Человек тебя, не помню. Короче, мы отрабатываем генерацию, а с золи. И мы дело должно быть 2 часа. Не берем. Без остановки. На акции, на зубе. Человек тебя. Он говорит, а на чем торчать ребята? Я говорю, я сам не знаю, почему он делал политики. Я говорю, а зафиксировал, он, наверное, в первых руках не 700 грамм. Вот он все это время махает. Хочешь что-то, вот, 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 вот. Пict制о, вот, вот, к скайфу не embr teenager. Буду прощать крыDo monthly. Он новый кформер, который считает, что у нас, когда мы много что-то делаем, у нас мысли не выдерживают такую сумму. Они не могут только fazer, они, касаются иして. Что у нас с этоら считают проблемы? Кинематические схемы. Когда я стою, и бросаю вот так, или там, да-да-да, чтобы когда человек облинулся, как раз я обвалил. А надо вообще ни при чем. Мне уже бедно одеваться не было, быть правильным. Я не пытаюсь это сделать рукой. Я пытаюсь это сделать руками, которые мы проводим вечно. Они так и не знают. Но здесь мы ввесел вот по верху ТОС. Раньше здесь ввесел заново с серого цвета. И подделяли зону потами от тренажеров. Я взял однажды, скрутил голову вот так, думаю, а что будет интересно, если 15 минут подбегу к корову. И вот надо работать дальше. Значит, встаю и попадаю. Я попадаю туда, забрасываю потации, вернусь на вся раздачу. Через 5 минут я понял, что я зря это создафель вообще. Через 7 минут я понял, что что-то я имею в виду, что-то вроде бы не пилых. А через 10 минут я понял, что у меня акценты в скорости вышли. Почему? Потому что когда у нас очень много желаний что-то сделать, в ситке, а по неволе, улыбаются органистические группы. Ну, например, бьют на 7-30, а бицепс надвигается, чтобы у меня было ощущение силы руки. Когда я заучил этот доступ, я понял, я хоть... То есть никакого желания у меня нет раздумываться. А задача была одна, потому что это делил будет бить по-любому. И я считаю это не ромками, а именно кинематиками. И самое забавное, что вот этот боковой, он дал мне понимание бокового больше, чем тех тренеров, которых я видел и слушал, и внимательно слушал. Часто не убедительный, как у нас высоко. А вот это понимание из-за того, что я набрасываю крючок в движение, даже что, и бесконечно долго отзываясь. Ну, ну, как бы все это было. 500-100 граммовый подавал, все, что у меня не было. По поводу лестнику, как тебе. Я четко совершенно такой, что нет у меня какой разницы, между 500 граммовый и 2,5 граммовый. У меня есть 700 граммовый, ну, вот я вам предложил, чтобы одни цены. У всех 500, у меня есть 700, потому что я постарше, потому что побольше. На самом деле никакой разницы нет. Тут что важно. Почему они удобны? Во-первых, акцент в конце движения, как я уже говорил. То есть они распределяют ногу дальше. Тут еще пленятся. А второе, когда надо сдвинуть, создавить запокою ограниченности. Мы берем и берем психики, что у вас рука потяжелела 800 граммов. Чтобы ее сдвинуть, ну, ашу сильнее. Что она делает психики? Она посылает биоток, а мы управляемся биотоками. Больше мощности, чтобы сдвинуть эту конструкцию с тренотой точки, создавить запокою. И если делать это достаточно часто, то она формирует свой образ. То есть берет и говорит, что с руками он устал. Он будет хрытый с тобой. Хрен. Или там перстый один. Руки у меня потяжелее. Зачек. Вот это. Готов должен быть большей мощности. Всегда. И все. Помолчание будет вот так вот. Снимаем. Потом мы снимаем. Удивляемся. Ох. Политый. Смотри. Конечно. Топ больше, а рука прежней. Скажу даже больше. Мы вот с Зеленой Анатольевым пришли к тому, что мы приезжаем на соревнования, одеваем утяжелители и начинаем в них разминаться. Что с руками и что с ногами. Она говорит, а-а-а. Она начинает ногами. Снимаем. Выходите на раннюю. И летите. Я думаю, что вам надо идти. Сказал дуй. Значит устать. 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 Ну и если мы там не умеем. У них есть персонал, как полтора часа зарабатывает, потому что в заднем ремонт он тренируется, так. А ну не надо. Готом согреться и отстать. Я сейчас биться надо. Что ж твоего ощущения? А вот утяжелители берет ощущение, скажем так, в другой конструкции. А конструкция, вот, получается легче. Это очень здорово. Еще раз пытаюсь. Утяжеление. Это некий способ повышения эффективности, я работаю ему за счет обмана психики, чтобы, конечно, стало тяжелее. Второе, это необходимая кинематическая схема, это акцент движения, потому что она летит. И еще раз то, что я уже говорил, гандырики в руках держат. Однозначно не напекать на плечи, потому что они выпадут, если ты не напекаешь. А значит, ты примыкаешь с кинематиками сжимать кулаки. А сжимаем кулаки, скорость будет положено. То есть летит рука, расслабляет, без сжатия мышц. Любую мышцу напрягает, что не трогает. Чем более узкой группой работает конечность, тем она более большей быстротой батареи. Не надо напрягать все мышцы. Когда ты попадал, у нас я вспомнил по многому. Я плавал на поседние волосы, плавал, плавал, плавал. Начал смотреть. Смотрю, беденки. Катя, беденки, туда-сюда. Я говорю, девушка, милая, висит кинематиками. Я говорю, девушка, милая, висит кинематиками, пожалуйста. Едем на такие симпатичные, мне приспортить внимание. Я там все как по полу. Чего же еле-ле-ле-ле-ле-какая, а он вам вот смотри. Он говорит, да ты смотри, 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 смотри. Я говорю, беденки, сука, вот так. А он хлоп и тянется. И, блин, он на пыль. А он тебе вот на глазах вот не торчит. А он мне только жалко. Все, я сражаюсь с собой. И можно собраться самим собой. Красиво. Вот ты с горбой. Я уже устал какой-нибудь с горбой. Ты такой здоровый, что ты же устал, это смотри. Зачем? Рассватленность, подвижность, рациональность. Нет норм личного движения. Ни одной затраты на производство движения. Биомеханизм. Четкие вертикальные, а у вас все вращение. Все к ним. Есть еще вопросы? Утяжелители нано-перепутаты. Работать на снаряде руками? Нет, на снаряде нет. Утяжелители крайне хороши. В работе не все трое. Чтобы уже привидеть. Потому что снаряд с воротом половиной формации. Это первое. Второе. Потому что снаряд разобьют. Ногу все разобьют. И все жалово. Мне обычно забить мелкие кружки металлические. Я жалово слышал. Потому что кто-то влетает, слезал. Я не понимаю. И еще один момент был. Я однажды работал в автобусное. У нас там нога на сенцовый. А кто-то здесь сенцовый. То есть, палочка дает. И вдруг я бью на бабушку. И слушаю страшный вопрос. Я так поворачиваю. А у меня в зеркале дернама такая. А так порвался на кармашек. Из него влетает слезаловая хрень. И как пуля пробивает. Как же он не убил никого? Я как в войне не то что-то стрелял. Я так думаю, надо куда брусковать. Это ж судьбой. Я подскажу вам. У меня такой же слезаловый швейдер через зеркало. Во-первых, на зеркало попал. Смотри, как расходился. А че-нибудь. Господи. Попал в угол. Ну я опять пошел. Сильно. Сильно. Сильно скоростью начали. Все. Ищи жарусь. Ага. С vote. С vote. С vote. С vote. С vote. Огонай. С vote. С vote. perché мир не сильный. С样он it. С vote. С vote. Продолжение следует. С vote. С vote. Продолжение следует...